Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про принтер RayShape HE1. Нам уже две компании предоставили этот принтер на тест, и, честно говоря, он мне очень понравился. Сравнивать его буду со Sky 22 года, потому что они во многом похожи. RayShape HE1 — это такой крейльт-холод Sky на максималках. Во-первых, они похожи тем, что они собраны на мобильном процессоре, на ARM-архитектуре, и, в отличие от плач-четубокса, это дает нам более интересный функционал. Во-первых, нам не нужно постоянно бегать с флешкой, принтер превосходно сохраняет файл внутри своей памяти, у него хороший резистивный экран, который реагирует быстро, хорошо соединяется с интернетом, и, в целом, действительно, вот этот мобильный процессор, он позволяет сделать принтер хорошим устройством, с которым приятно работать, в отличие от плач-четубокса. Второе — это система засветки. На крейльт-холод Sky — это система ILS, где стоит SMD-светодиод, светящий через зеркало на нашу площадь построения. В принтере RayShape стоит другая система засветки. Там стоит COPS-светодиод, над ним стоит линза со сложной геометрией, и дальше под самим экраном идет линза Фринеля. Поверх идет опорное стекло и, опять же, экран. Экран, на самом деле, у этих принтеров похожий. Разница есть и в механике. Если на принтере крейльт-холод Sky у нас две рельсовые направляющие, четыре каретки, то на RayShape там своя система, то есть это немножко другая конструкция каретки, где сама вот эта подвижная часть, она распирает каретку изнутри. То есть это дает нам хорошую жесткость и позволяет достаточно быстро перемещать каретку в верхнюю часть. Опять же, максимальная скорость подъема на RayShape около 10 мм в секунду. В отличие от Sky, где всего 8. Но, опять же, на Sky лучше не печатать на 8 мм в секунду. Плюс у RayShape идет нормальное программное обеспечение. То есть у него свой софт, который очень похож на NetFab. И, в принципе, он дает нам больше функционалов. То есть, опять же, там более интересной поддержки. Он нормально собран в плане интерфейса. Там нет кривого перевода на русский язык. И это действительно уже можно считать полноценным стоматологическим, ну, либо инженерным оборудованием, с которым приятно работать. Но, разумеется, такие полноценные опции, как там подогреваемый стол, система вентиляции и так далее, дают действительно сильно более приятный экспириенс в отношении того же коллега Скалодска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА